Уважаемые коллеги, обратите внимание, с каким счастливым лицом это вспоминает наш председатель. Должен сказать, на эту выставку прибыли все руководители фракции, никто не выбирал слова и с благодарностью вспоминали то прекрасное детство. Я советую вам внимательно посмотреть эту выставку, потому что более гениального изобретения человечества в социальном плане, чем пионерское комсомольское движение, не было. Каждый второй, кто штурмовал Берлин и водружал Красное Знамя Октября, Знамя Победы Дористагом, были комсомольцы и пионеры. 210 миллионов ваших близких и родственников прошлись через эту удивительную организацию. 4 миллиона беспризорников, которые остались после мировой войны гражданки, были пионерами и стали полноценными гражданами. Была создана удивительная, блестящая страна с тысячами дворцов. Одних железных дорог, которые подчинялись пионерским отрядам, было в стране более сотни. Все доступно, все бесплатно, все для каждого, независимо от национальности, вероисповедования и всего остального. Я вас приглашаю сегодня в колонном зале. Будет блестящий вечер пионервожатых всех поколений. Через два дня знаменитый хор Виктора Попова, который во Дворце пионеров в Москве. Благодарю и Лужкову, и Швецову. Они ушли из жизни царствием небесным. Но они мне помогли спасти это уникальное творение. И детский хор Виктора Попова сегодня является одним из лучших в стране. А президент меня давно поддержал, когда я пришел к нему письмом о восстановлении детско-юношеских организаций во всех учебных заведениях. Я надеюсь, что в ближайшие два дня появится или его новый указ, или закон, который потребует восстановления практически везде организаций, способных формировать граждан и патриотов. Я считаю, это принципиально важно, потому что нам объявили гибридную войну, а в войне побеждают только сильные, умные, успешные, патриотические настроения граждан. Сегодня могу признаться, накануне праздника у меня была длинная обстоятельная встреча в Кремле с президентом. Ее не афишировали, потому что много проблем, которые надо обсуждать, прежде чем принимать исторические и важные решения. Я особое внимание обратил на то, что его установки на борьбу с нацизмом и фашизмом и демилитаризацией территории Украины носят исторический принципиальный характер. Мы обязаны все сделать, чтобы они были выполнены, ибо речь идет о том, или будет американский диктат, который нас душит, или будет многополярный мир. И в данном случае мы решаем вопрос своей будущей военно-политической судьбы. Уступать нацизму и бандеровщину мы категорически не можем. Особое внимание обратил на то, что мы там боремся с нацизмом не только на Украине. Майдонизм на Украине – это отвратительное явление. Если нацисты еще там пытались создать свое мощное гитлерское государство, наносили и вражде, но они государствами, эти уничтожают государство, убивают людей, прикрываются женщинами и детьми. Они нарушили все законы войны и человеческой жизни, которые только есть на этом свете. Поэтому мы там с нацизмом. А свастика коричневая уже проступила на всех просторах Европы. Недавно заявление премьер-министра Польши Моровецкого меня просто потрясло. Каким надо быть последним мерзавцем в этой жизни, чтобы официально выступить и предложить уничтожить русский мир? Русскому миру больше тысячи лет. Русские под свои знамена собрали 190 народов и народностей, не порушив ни одной веры, ни одной культуры, ни одной религии. Ни с кого ни одного скальпа не сняли. И это заявляет руководитель страны, он вообще не имеет права на это. Они приходили сюда, Милинды Пожарский их проучил. Вместе с Наполеоном 600 тысяч, 100 тысяч было поляков, их поперли отсюда. А сколько они красноармейцев в канцлагерях уничтожили? Тогда пусть ответят, почему Гитлер на их территории самые жуткие канцлагеря организовал, включая Свенц. Они забыли свою историю, надо им напомнить. Но мы не можем все это глотать. Мы обязаны отвечать должным образом. Уже им коллега поддержит Геннадий Андреевич, он абсолютно правильно говорит. Такое настроение, когда я увидел в Риге памятник после Трефтов парка, рижский памятник, один из самых величинных. Приезжает на грязном булдозере и убирает то, что для любого нормального человека свято. Давайте покажем всех издевательств над детьми, из которых они кровь пили для того, чтобы поддерживать Гитлера и фашистов. Мы не можем. И сидят, рассказывают. Да выгоните этого посла немедленно. Вы все Сталина критикуете? Был такой посол Кеннон, американский, в 52-м году поехал выступать в Западном Берлине. И там одну фразу сказал, когда спросили, как он чувствует, он говорит, да, похоже, как Германия при Гитлере. Через два часа вышла нота, он стал персоной нот-гранта. Америка союзник проглотила. А Кеннон потом писал в своих мемуарах, что я был дурак, когда это заявил. Мы должны уметь защищать свои интересы. В этом суть политики побеждает сегодня тот, кто сохраняет память хорошую и политическую волю. В этом отношении мы должны с вами все сделать. Надо сделать выводы и принципиальные. Мы сегодня воюем не на Украине с бандеровщиной. Мы сегодня воюем с НАТО и полноценная война. А война требует максимальной мобилизации и ресурсов. Обратите внимание, в чем суть русофобии нынешней проявляется антисоветчиной. Американцы. 40 миллиардов долларов накачать Украину самым современным оружием. Рядом Мексика. Там борются американцы вместе с мексиканским правительством. Я выступал у них там на крупном форуме. Борются с наркотелем. Каждый год гибнет 25 тысяч человек. Что ж Байден не дал им десяток миллиардов для того, чтобы наркотель развалить или уничтожить? Ничего. Сюда везет. Убивать русских, украинцев руками этих мерзавцев, которые, собственно говоря, и воинами стыдно назвать. Польша, я уже сказал, Латвия. Давайте мы отвечать должным образом. Поэтому, обсуждая с президентом, я сказал, если уж так нам брошен вызов, давайте максимально принимать меры. Я послушал его речь на Красной площади. Я совсем согласен. Впервые единый советский народ. И Ленинград, и Сталинград вспомнили. Если еще добавил бы, что Сталин возглавлял и Компартию, тогда было 100% уже истинно. Я послушал проповедь Святейшего Кирилла, который в главном воинском храме напутствовал. Гениальная речь. Послушал, как выступал наш председатель на комсомольской правде. Три раза крутили. Тоже за сплоченность, единство и волю. Ну, давайте мы сами все делать для того, чтобы это было. Берем мобилизацию. Что касается мобилизации. Когда стал нацизм проявляться? Когда сняли красный флаг победы с Кремля незаконно. Те, кто предал страну. Тогда и вся эта нацистская свора полезла. Какие знамена вывешивают на освобожденных территориях? Солдаты красный флаг нашивают сами себе. И красные знамя поднимают. А у нас в Приморье памятник Ленина снимает. Хабаровский забивает памятник Ленина. На Красной площади говорил. Зачем вы отгораживаетесь от Великой Победы? Это мавзолей очередным забором. Надо понимать, что мы делаем в этом отношении. Учебные заведения. Смотрю, выступают прекрасно. Толстой вместе с Затулин. И говорят о том, что в школе учителя и в учебных заведениях ничего не рассказывают про эту операцию. Правильно говорят. Ну, давайте вызовем министра. Как можно побеждать, если молодое поколение не понимает суть нашей борьбы и суть вызова, который нам брошен? Завтра подожгут страну. Молодежь должна прекрасно понимать, что за этим стоит. Если посмотреть телевидение. Дети, поют дети все на английском языке. Что, и русский язык забыли? Кто эту передачу придумал? У нас есть специалисты, кто отвечает за это направление. Что же за порядки такие? Я посмотрел еще это, Яндекс.Такси. Запретил их. Георгиевскую ленточку по стране едет и вывешивает. Тогда давайте разбираться своими. Где тут пятая колонна и в чем суть этой колонны? Что касается наших основных направлений. Новая индустриализация. Продовольственная безопасность. Кстати, готова программа. Кашин уже охрип вместе с Коломейцев и Харитонов. Готова. Поддержитесь. Прибавьте одну минуту. Сейчас будем формировать новый бюджет. Давайте ответим на все вопросы, которые есть. Реально. Индия уже запретила зерно вводить. Зерно и продовольствие будут дорожать. У нас это золотой фонд. Президент выступает. 130 миллионов тонн. Из них почти 80 пшеницы. Да это наше реальное золото. Оно нам компенсирует даже те потери, которые есть. Проблема решаема. Давайте вместе. Вот сейчас Кудрина целый час допрашивали. Опять сидит, крутит хвостом. Мнется. Хотя это контрольная комиссия. Обязана все контролировать и смотреть. Пусть учатся у Степашина, Голикова, Кормокова. Те хоть реальную картину рисовали, как она реальная проходит. Что касается преследований. Ну остепенитесь вы еще раз. Обращаюсь. Мы там воюем. 95-й конвой. Детей принимаем. Все делаем. И прочее. Вместе. Включая Акпопову. Прекрасно своей милой супругой ведет передачи. За последние 7 дней информационное поле Единой России 95%. 4% ЛДПР. И ноль у трех остальных фракций. Кто будет закон выполнять это? Что это за политика? В условиях войны, когда ставится задача равного представительства, это сплочение единства. Или это наши совхозы, колхозы. Отстаньте от них. Мы их не отдадим. Мы отобьем. Нам поможет и Донбасс, и Луганск в этом плане. Но еще раз призываю сплоченности и мобилизации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова